В Украине возможны новые вспышки кори. Об этом сегодня заявил директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита. Повышенный уровень заболеваемости ожидают в феврале-марте. Как обстоят дела сейчас, выясняли мои коллеги. Наибольшее количество больных в Ивано-Франковской области. Там зафиксировано более 600 случаев. На втором месте Одесская область. Почти 500. Столько же заболевших и в Закарпатье. Далее следует Черновицкая и Львовская области. Напряженной остается ситуация с кори и в Запорожской области. Если в прошлом году в больницы попали чуть более 200 человек, то только в январе инфекцию подхватили 109. Радует одно, говорят медики. Вакцины против кори в регионе хватает. На территории Запорожской области дополнительной иммунизации подлежало 42 тысячи детей. По состоянию на сегодняшний день привито более 37 тысяч детей. Наиболее массовая вспышка кори была в Кушугумской школе. В ноябре опасную инфекцию занесла учительница начальных классов. Тогда заболели 40 детей. В основном те, кто не был привит. И добавляют. Зато теперь все больше родителей делают прививки своим детям. Те 5%, которые остались, это временные медотводы по болезням. Дети вакцинируются. Родители поняли, что надо обязательно вакцинироваться. В Днепре медики также продолжают ставить диагноз кори. Правда, больных меньше. За день в инфекционную больницу обращаются в среднем 3 человека. Болеют в основном те, у кого нет прививок. Прививочное дело отошло у нас на второй план. Что привело к чему? К росту и даже эпидемии кори на Украине. В настоящее время у нас в инфекционной больнице находится 5 человек. Это и взрослые, и дети. Но расслабляться рано, говорят медики. После кори они ожидают вспышку еще одного не менее опасного инфекционного заболевания – дифтерии. Первые случаи уже зарегистрированы. На теперешний час мы знаем, до нас коллеги звертались из Луганской области, которые говорили про то, что официальное экстренное поведомление надошло про локальную форму дифтерии у одного из молодых людей. Но и корь отступать, похоже, не собирается. В феврале-марте медики прогнозируют новые вспышки. При этом с вакциной по-прежнему проблемы. Например, в Одесской области уже заявили, что им необходимо еще 12 тысяч доз. Сергей Бордюжи, Елена Медалюк, Игорь Воробей, Евгений Коденцов. Подробности – телеканал «Интер». Субтитры создавал DimaTorzok